На всей территории решать будем мы, не ты. Понял? Себа работа х**ть занимается. Последнее что-то сделаешь. В траншеях стоит техника, а нихрена ничего не делают. Желательно, чтобы вы не фотографировали, потому что эти машины стоят не в такой форме, как они должны стоять. Автор рассказывает свое субъективное мнение. Нормально вылежу? Нормально, порядный выгляд. Привет, друзья. Мы сейчас находимся на улице Эдуарда Фукса. Здесь развернулась стройка века. Ну, если можно ее так назвать, конечно же, нельзя. Это просто обычное рядовое воровство из наших с вами бюджетных налоговых денег. Прикол в чем? Здесь сейчас установлена масса техники, которой производятся эти работы. Я сейчас вам покажу слой асфальта, который был установлен изначально еще прадедами нашими. И слой асфальта, который клался при Любоненко. Мы сравним. Это во-первых. Во-вторых, мы посмотрим, как из-под вот этих вот машин, что, кстати, запрещено в тендерной документации, вытекает масло. Это во-вторых. Ну, и в-третьих, я вам покажу реакцию работников, ну, охранников, или я не знаю, кто это такие, известный шляхбут на мое появление с камерой. Они грозились позвонить Котриченко, говорили, что должен был сегодня приехать сам мэр Павлов. И их никто не предупреждал о моем появлении. Я, конечно, в самом конце немножко перешел черту и начал тыкать мужчине и назвал его дедом. Хотя, честно говоря, ну, они выводили меня буквально 5 минут, и я не сдержался за это, мне немножко стыдно. Но давайте лучше вы сами все увидите, о чем я буду рассказывать. Погнали! Там масло доходя. Дэ, там, выбирай. Самое основное, из чего хотелось бы начать обзор, это обратить ваше внимание на уровень старого асфальта на его высоту. Точнее, на то, как качественно он был уложен и сколько лет он простоял. И после, давайте сравним с тем, сколько будет укладывать нового асфальта. Здесь вы видите, как фрезой срезано. Дальше хотел бы вспомнить про то, как в мэрии говорили о том, что не было по улице Эдуарда Фукса ливневых канализаций. Только сейчас их будут устанавливать. В действительности, вот вы видите трубы, которые, вероятнее всего, будут использоваться для ливневых канализаций. Однако, стоит упомянуть, что старые ливневки здесь тоже были, но на них почему-то положили болт и не очищали. Будут ли очищать новые, это тоже вполне сибириторический вопрос. Следующий пункт, на который хочу обратить внимание, это недопущение разлива нефтепродуктов, которые обязана соблюдать компания, выигравшая подряд. Однако, как позже нам расскажут, в этом же ролике я вам покажу, как позже нам расскажут работники Веста Шляхбуд, они разливают не только масло, но и соляру, вот из-под грузовика она течет. Как вы считаете, насколько качественно, насколько соответствует 295 миллионам гривен эта работа? Вы заметили, под грузовиком лужа из дизеля, и он капает, и я думаю, что все равно, какая разница, мы же за этот дизель заплатим, или уже заплатили, не, еще заплатим. Справедливости ради можно сказать, что никто из нас, или мало кто, понимает, в действительности, качественно выполнена работа, или просто халтура, чтобы украсть деньги. Но давайте посмотрим правде в глаза. У кого из нас спросили, нужна ли эта работа, нужна ли она в таком объеме, нужно ли было срезать деревья, и так в задыхающемся от смога кривом роге? Или это всего лишь для того, чтобы больше денег освоить из выделенных 295 миллионов? Риторический вопрос, я думаю, вы и так понимаете ответ. Ну а сейчас, давайте послушаем, что же говорят нам работники Веста Шляхбуд, которые с наших налогов получают зарплаты для того, чтобы для нас с вами сделать что-то хорошее. Друзья, человек, у вас новые какие-то разрешения на... Чего? Разрешения есть какие-то на эту съемку? А запрет есть? Что мне запрещает? Вы можете сказать, что мне запрещает что-то снимать? Ну, лично нам не нравится, что вы фотографируете. Завтра приедем... Мне не нравится ваша оранжевая футболка. А это наша стандартная форма? Ну, это мое стандартное дело, снимать что хочу. Так не надо, чтобы нам сказали кто-то, что вас запускать... Я вам говорю, что я могу снимать что захочу. По какому поводу вы говорите? По любому поводу. Кто вам разрешил? Конституция Украины. Чего единый? Сразу за Конституцией. Ну а как иначе? А нам пока никто ничего не сказал, что придет человек к респондентам или фотографам... Вы в каком году живете? Вы в курсе, что в 91-м Союз... Я уже одностолетие пережил. Ну, отлично. В 91-м Союз развалился и начальства уже нет. Махновщина, знаете? Остались одни фотографы, да? Да. Вот фотографы и вы. Ну, желательно, чтобы вы не фотографировали, потому что эти машины стоят не в такой форме, как они должны стоять. Ну, я же их не поставил так, как они стоят. Даже не я их так поставил. Это мы поставили для того, чтобы их можно было кучу собрать. Ну, пожалуйста, ставьте как-то... Зачем быть? Завтра покажу по телевизору, что... Вот смотри, это... В траншеях стоит техника, а нихрена ничего не делается. Ну-у. Ну вот и ну. Так а моя вина в этом, что в траншеях стоит техника и ничего не делается? По части и ваша вина тоже в этом. А для чего? Потому что вы... Нас никто не предупредил. Кто вас должен был предупредить? Ну, кто-то я не знаю, кто. Ты завтра в интернет вернуешь, что... Ну, да. Я сегодня выложу. Сегодня выложу. Ну, последнее, что ты сделаешь? Я вам одно говорю, а вы мне другое говорите. Я прошу прощения, в смысле? Последнее, что я сделаю, это в каком смысле вы хотели? Что ты выложишь в интернет, то хуйню. Ну, и что значит последнее, что я сделаю? Ну, не надо так делать. Надо подойти, поговорить, что-то какое-то разрешение. Не должно быть разрешения. В Конституции есть разрешение. Звоните Котриченко. Больше сюда не пиши, от тебя говно воняет даже, отсюда. Телефон чувствую. Звоните Павлову, позвоните вилку. Сегодня Павлова ждали, он не приехал. На ебан! Я приехал, Павлов не приехал. Так вы приехали когда? Когда захотел. Ну, нам же никто не сказал. Ну, я же не виноват в этом. А, я же. Звоните Котриченко, дать вам номер. Да не надо мне в свой номер ехать. Ну, тогда звоните. Не буду я звонить. Ну, тогда зачем вы меня пугаете? Да я не пугаю, но так некрасиво. Вы видите, что мы тут сидим? Так сидите. Какое-то отношение мы имеем где-то. Я не знаю. А вы встали сразу вводить трактор, а давай фотографировать. Зачем это кому? Ну, для кого? Работа у меня такая. Нам запретили. Работа уже закончилась. Кто запретил? Какая статья законно-конституция запретила вам? Вот там и конституция ты ж х*** нам. Нам сейчас запретили, чтобы выходили с телефоном, и тут всякую х***ю тут снимали. Идешь, мовшки, иди туда засвидали. Ну, вы понимаете, что это нарушение закона и моих прав? Мы сопровождаем каждого человека. Что ты мне про закон? Мне сказала б***ь дирекция, б***ь, и Вилку сказал, чтобы кто-то снимал. Вилку сказал, я понял. Ты сейчас б***ь машину за ней со снимать, что там масло течет, б***ь. Хорошо, вы знаете, что не должно масло течь? Это утечка нефтепродуктов. Это нарушение. Ну, я сразу, ну, я нахрен. Лучше не надо. Давай не будем скандалить. Кто скандалить? Вы же меня позвали. Я просто занимался своей работой. Не мешал вам заниматься нашей работой. А у тебя какая работа? Слушай, мы с тобой на ты когда перешли, дружище? Не надо этого. Не надо скандалить. Не надо? Ну, я тоже считаю, что не надо. Ну, все, идите себе спокойно. Ну, все, я могу идти. Не понимаю, что фотографировать. Там, ой-ой-ой. Ну, я сам решу, что фотографировать. Можно? Все, я могу идти. Ну, решите так, как я хочу. Ну, извините, так не будет. На всей территории жать будем мы на ты. Понял? Мы сейчас милицию вызвать. Давайте, вызывай. Давай не вопрос. Вызывай милицию. Давай, звони. Решай. Что ты будешь решать? Что ты мне тыкаешь? А еще тебе-то выкатываешь? Да. Сколько тебе-то выкатываешь? Да какая разница, сколько мне лет? Вообще пофигу, сколько мне лет. Надо уважительно относиться к людям. Я с тобой уважительно общался. Все началось число. Будьте здоровы и до свидания. Спасибо, всего доброго. Давай. Полицию ждем, нет? Иди, молчка. Нет. Нормально с тобой общался. Вы тут фотографируете, мне сказали. Я тебе сказал, что Конституция разрешает мне фотографировать где угодно, кроме у тебя дома. Я хочу фотографировать, только наезде. Где угодно, кроме у тебя дома. Я у тебя дома. У нас есть законченная работа, зачем мне фотографировать? Это общественное место? Это улица, по которой ходят люди? Или я что-то путаю? Здесь ходят люди? Ходят, конечно. Ну, значит, они имеют право фотографировать. За охраняема территория. Где охрана? Вот охрана. Где здесь забор стоит? Что я перешел на вашу территорию? Это общественное место. Общественное. На общественном месте каждый имеет право делать все, что хочет, что не запрещено законом. Где лента? Люди ходят. Тогда говновые не охрана, раз тут люди ходят. Кто видит это все? Я вижу это все. Они обходят там, то есть, арной или за домом. Где лента есть? Коляска, ребенок идет. Вон, смотрите. Охрана, ау, ребенок возле трактора. Ну и шо? А вы до меня прицепились. Ну и шо? Ребенок возле трактора, это разве не опасно? Ну все, давай, иди. Хотите увидеть очень страшную вещь? Ну, как працювати? А кто-то из работников мэрии говорил, что здесь никогда не было ливневых канализаций и теперь они будут. Кажется, нас в очередной раз обманули. А все остальное, то такое, отлукавляем. Что такое? А все остальное, то такое.